Берег реки Вахш. Именно здесь Соломат Пирва бросила своих детей в воду. Четырехлетнего Алишера, двухлетнюю Садбарк, полугодовалую Сумаю. И попыталась покончить жизнь самоубийством, но ее спасли Дихкани, таджикские крестьяне, в нескольких километрах ниже по течению. Чтобы обозначить место трагедии, муж Соломат Ахлидин Абдулоев воткнул в землю у берега палочку с повязанным на конце носовым платком. Сейчас Ахлидин живет в доме своих родителей. Молодой человек вынужден был переехать к ним. Супруга перед трагедией сожгла их жилище. Да и возвращаться туда он не собирался. Ахлидин боится, что не сможет совладать с собой, если рядом не будет близких. Родители Ахлидина говорят, что также испытывают чувство вины из-за произошедшего. У девушки, по их мнению, была послеродовая депрессия. Но так как о медицине они имеют смутное представление, к врачам ее не отвели. Думали, что все пройдет самоубийство. Отец же Соломат медикам и современным препаратам не доверяет вообще. Поэтому он боролся с болезнью дочери по старинке. Я отвозил ее к одному святому несколько раз, чтобы он помолился над ней. Вы возили ее в больницу? Нет. Думали, что молитвы помогут. Не знали, что так все повернется. Иначе положили ее в психиатрическую больницу. Ахлидин и его отец считают, что несмотря на болезнь Соломат, беды можно было бы избежать. Сельсовет должен был выдать молодой семье шесть соток в поселке, под дом. Тогда Ахлидин построил бы нормальное жилье рядом с отцовским. И родственники приглядывали бы за женой. У нас даже есть сертификат на землю от президента страны. Но сельские чиновники распродали всю землю незаконно и раздали своим родственникам. Я два года бегал, но безрезультатно. Я знаю, им нужны были деньги, но я не мог заплатить. А в доме отца мы жить не могли здесь, места мало. Всем приходилось спать в одной комнате. В отчаянии молодой человек построил времянку в поле, которая семья арендует для выращивания арбузов летом. Урожай в этом году не удался. И Ахлидин уехал на заработки в город. Жена и дети остались в домике одни. Добраться до дома Соломат очень сложно. Наша машина проехать не смогла, и мы застряли в яме. Ее дом находится в 400 метрах от поселка, и здесь нет никаких дорог и проездов. В этой времянке 2 на 3 метра, где нет ни электричества, ни кровати, ни печи, чтобы согреться прохладными ночами, Соломат провела без мужа с маленькими детьми на руках целую неделю. На восьмой день все и случилось. Безработица, тяжелый и нефигда окупающийся труд в поле, отсутствие нормального жилья и условий для существования могли подтолкнуть Соломат на крайние шаги. Но такие условия жизни не уникальны для Таджикистана. Здесь принято иметь многодетные семьи, несмотря на социальные условия и безработицу. Около 30% населения находится за чертой бедности. Медицина официально бесплатная, но на деле позволить себе ее треть населения не может. Цены на жилье начинаются с нескольких десятков тысяч долларов, при зарплатах не приучающих в среднем 2 тысячи в год, и то только у работников бюджетной сферы. Возможно, многим не хватает маленького толчка, чтобы нищета обернулась настоящей бедой, как в семье Ахлядина. Сегодня Соломат находится в психиатрической лечебнице, и когда она поправится, скорее всего вернется к мужу, к нищете, тяжелому труду в поле, к жизни с пониманием того, что убило собственных детей. Анушерлон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.